Дамы и господа, здравствуйте, меня зовут Рик, и мы продолжаем играть в Monster Hunter Trike. Собственно, как ни странно, у меня появилась проблема. Проблема заключается в следующем, позвольте мне ее продемонстрировать. Мы же открыли квесты 5-го левела, правильно? И вуаля, вот они все, которые у меня есть. А именно, этот я уже сделал, нужно было убить всего лишь 7 маленьких урок-которов. Этот мне, если честно, неохота делать, я еще терпеть не могу, такие вот квесты на тему доставить то-то, то-то, то-то. Еще один, это уже поймать Лоджиакруса, то есть не убить, а поймать. Это квест на сбор артефактов, материалов. И последний, тот, который мы, собственно, с вами сделали, это убить Лоджиакруса. Соответственно, проблема-то в чем? Вот и все квесты. Я пошел на Википедию, потому что я понимал, что не может быть всего, так сказать, этого... То есть не может быть вот эти вот... Такой долгий путь всего лишь ради 5 каких-то идиотских квестов. Соответственно, на Википедии, действительно, я оказался прав, на Википедии было сказано, что теперь нужно было сделать новую маску для Ча-Ча. Только тут новая проблема. Где Ча-Ча? Ча-Ча у меня пропал. Оказывается, после убийства Лоджиакруса Ча-Ча должен уйти на 2... На... на 2... На 2 миссии он должен уйти. Короче говоря, не знаю почему, но я уже выполнил 2 миссии. Помимо убийства Лоджиакруса Ча-Ча до сих пор не вернулся. Что наводит меня на мысль, что либо мне нужно теперь идти и опять охотиться на Лоджиакруса, только в этот раз уже поймать его обязательно, либо Ча-Ча просто должен, не знаю, появиться вот-вот. Ну, соответственно, зачем нам нужен Ча-Ча? Ча-Ча нам нужен для того, что он нам... Точнее, не он нам, а мы ему должны будем создать маску новую. И эта маска откроет нам новые квесты. Такой вот смысл. Но, чтобы создать маску, нам понадобятся поинты. Поинты имеются в виду вот эти поинты. Таким образом, чтобы их зарабатывать, я, по-моему, ни разу до сих пор еще не манстрировал режим, так сказать, свободной охоты. В связи с этим, все когда-нибудь случается в первый раз, поэтому пора бы нам сходить и посмотреть, что же это такое. Чтобы посмотреть, какие монстры сейчас находятся в джунглях, ну или не в джунглях, а в этом Ди Айленд, мы заходим в Мога Форкаст, и мы видим, что сегодня из больших монстров там Ройал Удрот и Курупека. Завтра там будет Ратиан, послезавтра там будет только Курупека. Соответственно, сейчас, если мы пойдем туда, то мы сможем там найти Ройал Удрота и Курупека. На кого мы, собственно, и пойдем сейчас охотиться. В общем-то, тут я все подготовил. Как вы видите, я не беру себе ни всяких поушенов в плане Hot Drink, Cold Drink, потому что мне они понадобятся. Взял только Пикэксы, Ветстоуны и Пейнтболы, потому что ловить монстров нам тоже никакого смысла не имеет там, потому что за них нам ничего не дадут. То есть, единственное, что мы получим с самих монстров, это то, что мы с них скармим, срежем после того, как мы их убьем. Поэтому все это делается, в первую очередь, ради именно самих поинтов. Так что погнали. Первым делом, наверное, стоит в курсе 1 Well Done Steak. Как вы видите, без всяких миссий, никаких заданий, мы просто гуляем тут. Мы гуляем в самой первой локации, которая нам доступна. Начинаем, причем, в зоне 1, а не рядом с зоной 2, где у нас лагерь наш. И сразу же идем в пятую зону, потому что обычно там всегда случается вся заварушка. Вот эти, это троица, как мне всегда не печально их убивать, но это отличный источник сырого мяса, который вы потом можете пожарить. И, пожалуйста, вуаля, Курупека уже нас ждет. Также еще стоит отметить, что эти все монстры, они гораздо слабее, чем те, которые вы делаете по квесту. Поэтому я не исключаю возможность того, что я убью сейчас Курупека очень быстро. Сказал я, а после этого начал бояться того, что сейчас Курупека меня нафиг убьет. Не получилось мне сбить его баф. Как-то у меня фпс слишком сильно падает. Не знаю почему. Э, нет, э, нет. Так. Опаньки, илдрот пришел. Ну, ничего, сейчас будет весело, я чувствую. Сразу же подберем, чтобы здесь, потому что мы жадные. Вивид фэдер. Может, как можно быстрее добить Курупеку? О, нет. О, нет. И сейчас лудрот нас заметит. А что самое печальное, я без чача. Соответственно, кушечное мясо сегодня я тоже, а не чача. Ой, блин, ой, блин. Что я делаю? Ой, что я делаю? Ну, хоть, видимо, сработал. Я не могу понять, почему у меня все так подтормаживает. Круглесюр, как всегда. О, господи, меня опять вырубили. Что ж такое? Нет, нет, нет. Вау. Меня спас Курупека. Нечасто такое скажешь. Так. Так, 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 так. Ну, ничего будем делать. А, блин. Лудротт чаржит. Ну. Ой, печаль. Так, ну, в принципе, вариантов у нас немного. Нужно либо просто ждать, когда они разойдутся, либо постараться убить Курупека и при этом не умереть от ульдрофа. Удачно. Так. Курток уранили. И теперь он меня чаржит у дров. Нет, нет, чертов кот. Блин. О, нет. И Курупека себя отхилил. Печально. Ну, конечно. Ну, конечно. Курток уронил. Что-то блестящее. О, нет. Ну, блин. Нет, не смей себя хилить, чертов петух. Блин. Печально. Печально. И сейчас я получу пластом. Нет, не получил узло. Все бы ничего, если бы у меня не было таких лагов. Почему-то, при том, что всегда я играю на ППС-30, сейчас у меня 23, елки-палки. Я чувствую какой-то слоумоушен. Больше такого не было. А? Лудрот убил Мелинкса. Забавно, забавно. Ммм, блин. О, ну хоть Лудрот будет. Мне на том спасибо. О, нет. О, нет. Так. А, ну, понятно. Вот и ФПС у меня сразу же улучшился. Это что-то игра двух монстров как-то. Точнее, не игра, а эмулятор. Очень плохо двух монстров отображает. Нет, нет. Не надо. Плохой павлин. Плохой павлин. Покажи, что он убегает. Я их даже не запейнболил. Не есть хорошо. Хорошо. Ммм, так. Вопрос. Куда они могли деться? Лудрот. Наверное, не гаппу сейчас либо в девятый, либо в десятый. Круп ЭКО. Может быть, в седьмой. В восьмой. Хотя нет, восьмой вряд ли. Что-то явно. А вот тоже нету. А, это у нас что-то такое. Такие вот вещи, Fossil Piece и так далее, которые так светятся. Если я не ошибаюсь, это все вещи, которые, когда вы сдаете при окончании квеста, вы за них получаете дополнительные поинты. Так, Скору ПэКО я тоже не угадал. Печально. Жаль, кстати говоря, что вот этот вот режим охоты разработчики, а именно Capcom, сделали только в этой локации. Было бы очень здорово, если можно было бы выбирать локацию. То есть, чтобы каждый монстр ему была свойственна своя локация. Это, я считаю, было бы гораздо более логично, чем то, что они сделали. Хотя, если не ошибаюсь, по-хорошему счету, не все монстры могут появиться в этом режиме охоты. Так. Ладно, тут его тоже не видно. Тогда, я думаю, возвращаемся в зону 5. И надо зайти в девятую. Там, может быть, Кру ПэКО. Я сначала хочу убить Кру ПэКО, потому что он, я считаю, наиболее слабый и в то же время наименее предсказуемый. В отличие от Лаудрофа, соответственно, мне бы хотелось избавиться от него побыстрее. Я слышу, слышу... Слышу, как кто-то где-то летал. Ага! Супер! Пейнтбол тебе в клюв. Ну или почти. М-м-м-м, нет. Нет, нет. Другое дело. А, черт. Пейнтбол сперли. А, пейнтбол вернули. Да, отстаньте от меня, чертовы коты. О, нет. Ну, это вообще просто уж наглость. Это уже просто наглость. Так. Надо постараться разбить ему клюв, потому что когда велик шанс того... Э, понятно. Вот, в общем-то, и весь Круппеку. Как я и сказал, бить его крайне... Недолго. Несложно. И, соответственно, теперь остается Лаудроф. За него мы получили 300 поинтов. Ну, 300 поинтов неплохо. За Лаудрофа, если не ошибаюсь, мы получим еще меньше. Не странно. А вот за Раотиана мы получим 500. То есть, Раотиан это круто. Еще один Вивид Феттер. Неплохо. Что это будет? А, Лаудроф, скорее всего, уже в 10-й. Крайне неохота бить его в воде. Вообще, казалось бы, уже пора бы привыкнуть к водяным схваткам. Но как-то... Не знаю. Мне гораздо больше нравится на земле. На твердой поверхности с ней биться, нежели тут от них поворачиваться. Так. Ну, Лаудроф должен быть где-то тут. Если не тут, то... В 11-й. Ну, тут не видно. Лаудроф, если не ошибаюсь, особо-то вариантов. Немного, куда он может пойти. 11-я, 10-я, 9-я и 5-я. Будет крайне тупо, если... Пока я бил себя с Крупеку, он каким-то боком оказался снова в 5-й. Надеюсь, что так не будет. Блин, его тут нету. Его тут нету. Он еще может быть, конечно, в 12-й. Но, если я не ошибаюсь... А, нет, вот он. Ох! Так, я-то уж думаю, что опять придется бегать, искать по всей локации. На фиге, в случае, сейчас сразу же заточим наше оружие. И все. И сейчас открыть этого тоже. Дружка за пейнболем. Проблема вся в том, что, скорее всего, сейчас не получится отрезать ему хвост. Потому что в воде это крайне проблематично. И я умудрился промахнуться пейнболом. Да, на самом деле, меня даже немножко расстроило то, что Ладжакрус и Лудрот так сильно похожи между собою. Ну, халтура. Небольшая халтура. То есть, как бы, взяли один скелет. И разные скины. Ну и плюс вся разница в том, что Ладжакрус еще у него есть электрические атаки. Давай! Давай! Не то, что я тебя ждал. Даже медуза такая вскочила. Дээээмм! Так. На. Просто мы не сможем утрудить. В воде. Хотя, может быть, попробовать. не выпадаем вот блин чем я вину за что ударил еще вдобавок что не сработал там их блок удар это был хороший шанс побить по хвосту не чуть не особо использовал явно и сюда амфибия долбанная он обиделся явно обиделся на вагин и я на это сделать не получится если отрежете мухой что бить ты без проблем может отрежать печально печально голову разбили все не оставляю попыток попытаться отрезать ему хвост мало ли авось получится это было глупо ну чё-то пост не у меня еще оружие закупилась не есть хорошо не вовремя я бы сказал а ты чё сваливаешь может быть даже на суше вылезет было бы неплохо еще кстати я не упомянул об этом разумеется я думаю вы сами понимаете никаких supply айтемов вам тоже не дают то есть никаких не first aid метов никаких рационов и все в таком духе и мини ватстоунах ничего этого вам разумеется не да не дают в этом режиме то есть все свое все свое все с собой грубо говоря вы сюда вообще можете прийти абсолютно голом если желаете в принципе когда здесь какой-нибудь great jaggy тусуется так в общем то и можно делать на данном этапе игры главное хоть какое-нибудь относительно неплохое оружие иметь ну чё полезешь ты за мной ну давай давай чуть как-то не хочет да блин печально ну давай ледь сюда вот так даже сделать или лучше даже так отлично ну давай ну чё-то он делал чё-то он делал отлично сработало теперь каждый раз так буду махать монстров всем а нет а нет но и и и так что ты немножко забыл про свою изначально мое желание зачем его на суши вытащил сейчас я убью просто и все блин никакого хвоста не то чтобы он не особо был нужен конечно этот хвост но и просто привычка так сказать пошло такое что-то он не хочет со мной сотрудничать явно не хочет давать три за свой хвост странный человек 7 человек монстр нет блин дважды попасться под одну и ту же атаку глупо глупо понятно вот для этого и нужно отрубать хвост так личный шанс есть супер ну че у нас тут есть о грохтейл отлично а у у меня там стиль и она уже не такой длинный хвостик у тебя нечего им махать по пузу по пузу по пузу теперь по мочалкам или не знаю как это назвать вообще так куда собрался а ну стоять блин сейчас еще буду за ним бегать фиг знает сколько он уже хромает конечно мы все равно и теперь еще его догнать как минимум ну давай ну чё чё не показал что может я не знаю остановиться там подумать не судьба не судьба быстро он от входа отошел обычные я уже даже сейчас придется оборачиваться и блокировать чувствую сейчас попытаются огни что нибудь перекусить потому что нет просто не успеет это сделать а у хорошая реакция глас глас чёрт он недоволен он явно недоволен давай дохни уже ты красавец мне кажется более живучим чем я ожидал нет 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 стоять 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 вот блин опять не успел ну ладно там уже сейчас добьем там правда будет два маленьких под рот а кстати плюс в том что именно в 12 локации есть очень большой шанс выбить мочилай тор то есть в этой локации можно фарм на начальных этапах игры собственно чем я и занимался правда скажем так процент того что вам выпадет мочилай торс вон того месторождения который вы сейчас видите ну я пускал процентов ну 70 при этом второе чтобы она выпала вам за из одного месторождения но это прям что-то вообще сверхъестественное поэтому ой блин чё я делаю прибудился кнопки нет нет маленькие лодроты оставьте папашу для меня не надо мне мешать я с ним только поиграю еще немножко уже с ним почти что закончили на папаша или мамаша цветы узнают вот и все вот и весь лудроу по-моему я ошибся да похоже что за него все-таки дали больше чем за крупы это или также сейчас увидим сейчас увидим и так как вы видите ничего не заканчивается имеется ввиду не выпадает у меня всякий квест на тему утащение коста сообщение на тему того что вы все выполнили все вам больше делать ничего вау нифигасе 2 мы человеку 3 уж сегодня мой день елы-палы забудьте все то что только что говорил фигню сказал явно похоже что тут как то вы говорили что не отсюда мы человек не падает она начинает просто валится кусками горами я бы сказал целых четыре кускам у человеку ра прям победа ну и сапси сапси сена вся 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 мой язык враг мой после того как вы все закончили вам уже тут все делать нечего то есть к примеру вот этому месторождение она конечно попозже появится но опять же там шанс не особо большой что там вам выпадет начала и торт теперь у вас есть такой вот кнопочка такая return to village только вы нажимаете все чтобы вы закончили сказать свое охоту и сразу же возвращаетесь в деревню после чего что вы делаете собственно то зачем мы все это творили мы приходим к этому chief sun и выбираем опцию hunt report и соответственно как вы видите да я неправильно сказал крупы к стоит 300 поинтов royal удро стоит 450 поинтов и плюс еще как вы видите рыба ну там там была конкретно это как и медуза но она относится к рыбам в этой игре так понимаю и 2 лодротов видите тоже 3 пункта и 26 пунктов соответственно мы все принимаем и у нас пойду становится способ там было 200 чем-то становится 1003 и плюс еще нам выпадают всякие такие вот интересные вещи ехать и штанинку и лучше такое вообще а это все в основном для трейдинга для обмена с этим торговцам соответственно сейчас мы опять можем пойти мы можем пойти уже на раке возможно даже мы это сейчас и сделаем но как я смотрю чат чат так и не появился да не есть хорошо еще один момент достаточно интересные важные это то что вот такой поход в море море в на охоту считается точно так же как и обычный квест соответственно в это время ваши лодки которые вы отправляете куда-нибудь и ваша ферма продолжает функционировать таким образом если вам нужно к примеру на фармить что-нибудь быстро я не знаю отправлять свои лодки куда-нибудь или на ферме там допустим у вас меда не хватает вы можете тупо и выходить на охоту как только вы вышли на охоту сразу же нажимать return to village и это считается как прошло полдня и соответственно за эти полдня что-то там случилось на ферме или вернулись ваши корабли куда-нибудь отправляли соответственно давайте посмотрим точно так же я перед отправлением на квест все собрал что у меня чувство появилось дать посмотрим кто-то сделал мед и кстати говоря у меня наконец-то открылся 3 филин как мне сказал старейшина ему надоело где-то там носиться и рыскать и он вернулся сюда соответственно теперь я могу выращивать три разных виды чего-нибудь есть один у меня как видите трудится мед собирает другого я могу отправить на поле кстати третье поле на мне надо бы открыть она у меня чем-то висит в реквестах только все-таки чуть руки как не доходят так и что мы теперь можем сделать в общем то можем сказать нашим другом что он вообще что у нас не хватает что у нас маловато будет дать посмотрим blue машина в чуть совсем как-то мало но нужны ли они нам в основном они нужны для создания по уши на по уши на мы и так можем купить ямбак какой-то не совсем их мало парышлим или флешбак тоже вообще по хорошему счету нужны мне thunder баги thunder баги используются для создания шок трапов а у меня как видите нет ни одного то есть мы уже хотя бы 1 для начала достать чтобы начать их выращивать тогда что нам остается сделать давайте отправим 1 на даже не знаю что он сделался планка дофига антидот фербов маловато давайте пускай делать драгон филл берри мне такое ощущение ошибки нам понадобится ничего себе стоит аж 500 поймут ну что совсем важно посмотрим используем удобрение данк и как видите сразу же 500 поймут не потратилось крутовато выпуская делать наверно это себя купит рано или поздно ямбак флешбак выращивает флешбаза помешает я думаю так и как вы видите было у нас 1000 поймутов вернулись мы очень-то по чешек и даже откуда и начали то есть поймут этот тратится но очень быстро сами понимаете так ладно я предлагаю все-таки сходить на арате охотиться на нее и сделать я думаю таким это будет у нас наш эпизод и причем я думаю давайте мы походимся на нее с грейдс ордом давненько я уже с грейдс ордом не бегал пускай будет и наверно сразу же поменяем на клипмент наш так что еще выкинем из нашего инвентаря все ненужное 64 матча лайк вор просто победа так и заполнили его теперь нужными вещами такими как мега пушин такими как ранг бомбы 8 многовато 5 такими как шок трапы и такими как что еще до максимум айрон пик экс вирс тоун и есть в ладон стейки есть принципе не помешал бы пушин но я думаю нам дадут там какой-нибудь хотя нет стоп че я туплю зачем я беру бомбы и ловушки что мне переклинило я думал что мы сейчас идем на квест нафиг это мы тогда все убираем обратно хотя смысл хотя бы в том чтобы ратиан будет в энрейдж впадать ну ладно фиксим так будет интереснее думаю так кстати generator и ресурсы это еще одна вещь с помощью которой можно получить ресурсы а именно ваши лодки вы также собирать некоторые вещи их можно обвинивать на ресурсы к примеру quality sponge стоит аж тысячу но здесь нужно помнить о том что многие из этих вещей также используются при создании арморов это достаточно редкие вещи такие кстати какая-то самая quality sponge которая выпадает с лудрофов с больших соответственно лишний раз подумайте стоит ли вам обменивать какую-то вещь на ресурсы то есть делайте это только когда вы полностью уверены в том что эта вещь вам не потребуется так еще раз на всякий случай проверим все ли у меня тут все что мне нужно вот что у меня есть в этом стыке есть надо все погнали смысл точно такой же как вы видите опять же я начинаю в том же самом месте сейчас опять же скорее всего поют ту же самую локацию потому что врачи он обычно там тусуется еще минут келби пытаются убить плохой келби стой стой зараза на на так кстати говоря забавная вещь на риге когда келби вырублен можно его покарвить и тогда вы свяжите скорее всего с него келби хорн все очень редкая вещь забавный факт если кто не знал келби хорн используется при создании по моему каких-то по ушам слишком крутых хотя по-моему я путаю это с предыдущими монстр хантов хотя кто его знает может быть все так и осталось сразу же съедим один голда стейк чтобы было и продолжим наше путешествие а нет я кого-то слышу я кого-то слышу опаньки здорово-здорово дома не виделись олег но некая против ротиан не бился на красавица соскучилась по мне а сейчас я получу хвостом или нет так шин ховали и хвостик немного и второй раз говорите мне не получилось ну-ка 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 и об еще и что промазал так что есть хорошо о нет о нет что-то я как-то криво встал блоком что думал сейчас не пройдет блок опять не попал что ж такое было дело так и она в энрейджи и она в энрейджи о мой бог вау такой быстрый вертушки опять я немножко не ожидал это было глупо это было еще группе эйт блин промазал каждый раз она использует фаербол это очень хороший шанс ударить ее по хвосту тут я уже в который раз опять мажу прям печаль 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 несусветная о нет о нет он он есть другое дело так ладно не будем жадными а а вот теперь будем жадными ракенский фигня 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 фиговая так олей ёп опаньки не ожидала красавица и еще тебе у жалел пожалел ложки тебя погладим мечиком так так а а а а а чё и голову тебя разбили ах бедное животное гринпис будет недоволен факт а чё я сделал решился углубануть неплохо а я эх я а дальше не по голове правда хотя я думаю она только этому обрадовалась эй фух чувство сейчас бы я выхватил бы от нее ну что ж неплохое неплохое столкновение первое вот там полетишь красавица скажи мне пожалуйста ну восьмую да на восьмое она там питается в одиннадцатый что она в одиннадцатый забыла блин она с одиннадцатый в восьмую взлетает ну да так и думаю в принципе как вы сами видите ничего сложного в этом режиме нет то есть монстры гораздо слабее как я вас и предупреждал в самом начале этого видео но на это так сказать на это и расчет был чтобы это не было как квест потому что если монстр будет таким же сильным как и квестовый монстр то при этом вы не получаете с него никаких денег ну что это было бы не совсем честно Оу, это было очень глупо Многие, в том числе и я Всегда думают, что раз Вы бежите за монстром Когда он чаржит, то вы в безопасности Так вот нет, как ни странно Даже если вы просто наткнулись на его пятку Это будет засчитано как то Как будто он вас только что прочаржил Неплохо, поэтому никогда Не бегите вплотную За монстром, который чаржит Хорошим это не закончится Ой, блин Она венрейджа Она венрейджа Вот чёрт, вот чёрт Фух, весь удар пришёлся на меч Аж затупился Так, мне бы Заточить бы Меч мой, бы Бы, бы, бы Ну-ка Это вроде как хороший момент То, чтобы сделать Или нет, или нет Ау Ну да, ну конечно Ещё меня сейчас Чёртовы джаги убьют Хилимся, хилимся Хилимся по полной Вот чёрт Да Печаль Конечно, перестал хотя бы гореть Хм-хх-х Короче, он убил Двух Банабр Вот, точнее Банахабр Там по голове вау потому что меня не задел везение какой-то еще по голове посмотрим что будет дальше только в энрейдж не впадай ради бога вот чё понятно зря попросил кстати вот чем можно было бы взять так это флэш бомбы как раз таки против энрейджа сама-то говорится вау это не честно попал это вертушка не знаю о нет о нет еще одна банохабра попала и теперь меня еще и траванул вдобавок по всему прочему не есть хорошо о нет блин у меня проблемы кстати наверно многим будет интересно что будет если вы умрете в этом муде как ни странно ничего не будет ничего не теряете единственная по моему вы можете умереть только три раза опять же потому что после этого у вас просто отправить в деревню если я не ошибаюсь давай хотя бы храй мать уже начни ради приличия ой блин это я зря сделал это я зря сделал ох повезло что не чёрную до конца дух ура и говорится как что-то еще и кажется разбил о нет о нет ух ты повезло вот это повезло так надо было бы языка им болеть я пока что старый пейнг был держится и посмотрим что будет дальше спустим вот что он пока мужем 7 7 7 так 7 так и пейнгбол слетел и пейнгбол слетел не есть хорошо вот-вот-вот я в тебя кидаюсь пейнгболами а ты в меня фаерболами а у это нечестно получается печально то что она даже не хромает как то ненормально я бы сказал и энрейдж понятно я уже немножко жалею о том что я выкинул свои бомбы но нет сейчас даже уворачиваюсь не хочу от нее ух ты не лучше не получится ли вырубить на только ненадолго ну зато и рейдж сбили язык и сейчас хромает да ну слава бога стой чё я думаю сейчас либо в восьмую опять полетит либо куда еще в пятую я думаю восьмую все таки да да восьмую ну-ка ну-ка с при этом от меня добро пожаловать тройной чардж greatsword а потом когда ты только приземляешься это я думаю не самое приятное что вы хотите увидеть в своей жизни особенно если вы убегаете от разъяренного охотника ну давай осталось совсем чуть-чуть мы уже почти что до играли да красавица вот и все вот и все у меня опять неправильно сказал числа да похоже что зарать он дают не 500 а 600 врун 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 неисправимый ну фильм был неисправимый лгун а не врун ну да а я врун но хотя спайк не знаю зачем мне нужно если братьям плейт вот это да и как вы видите раз у меня есть возможности опять сейчас сбегаю в двенадцатую зону раз уж я рядом попытаюсь удачу а ось опять выпадет мочилайтор как ни странно уже сколько мы когда у нас давным-давно начались проблемы с мочилайтором у меня присутствует до сих пор то есть буквально каждый каждый какой-то меч каждое оружие требует мочилайтор для апгрейда либо для создания я все давно и давно хочу вам показать уже свеча x и longsword в действии а не могу просто из-за того что мне все не хватает всяких идиотских камней в основном либо какой-нибудь очень редкой вещи по типу google spike для создания longsword а вообще подводя так сказать этот эпизод уже к концу логическому его завершению дайте мне знать пожалуйста вообще хотели бы вы видеть тех монстров которых я уже убивал то есть те же самые квесты потому что поскольку это все-таки монстр хантер этого это просто неизбежно но то есть как бы как минимум хотя бы и не их другим оружием и так далее потому что я если честно у меня окончаются идеи что вам можно показывать потому что я еще не готов переходы на онлайн квесты а показывать одних и тех же монстров я даже не знаю будет ли вам это интересно ну тем не менее пока я не забыл сейчас сразу же отдадим понятно все опять набрал 800 ну ладно надеюсь вам готовится всем спасибо за просмотр Спасибо за просмотр. Если вам понравилось мое видео, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые, а также лайкайте, оценивайте и рассказывайте всему миру и каждому встречному, если у вас есть такое желание. Еще раз спасибо за просмотр, с вами был Рик, до скорого.